Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ. Начало первого в Москве. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии сияет Роман Шахов, также со мной замечательная Лиза Калинина и наши прекрасные гости. Дорогие друзья, с радостью представляем нашего сегодняшнего эксперта в области управления человеческим капиталом, руководитель программы «Коучинг для бизнеса и жизни» в Институте практической психологии Высшей школы экономики Яна Лейкина. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Кроме того, вы и профессиональный психолог, и сертифицированный коуч, и кандидат в философских наук, но вы показатель того, как достигать цели, потому что тема у нас такая, технология достижения целей. Я считаю себя специалистом в этой области. Как научиться человеку достигать цели или более сможет справиться с такой непростой задачей? Вообще, когда у человека есть цели, это уже очень здорово, потому что, к сожалению, есть люди, которые отказываются ставить цели. Они иногда соглашаются помечтать о чём-то, представить что-то, но вот поставить чёткую цель, ну, как-то, в общем-то, не очень хочется некоторым. Потому что постановка цели — это некая ответственность, особенно если ты озвучила это, это некие обязательства на себя дополнительные. Люди говорят, ну ладно, всё, пускай, так сказать, само по течению плывём и так далее. Поэтому я вообще очень люблю людей, которые имеют цели, которые ставят цели, которые озвучивают цели. И, безусловно, есть технологии, которые помогают им этих целей достигать. Я вот предлагаю сейчас и вам, сейчас, и нашим уважаемым слушателям, и телезрителям, чем мы сейчас тут подумать, какая цель для них актуальна, какую цель они хотят достигнуть. Не просто нас слушать или смотреть на нас, но вместе с нами проектировать сейчас, ну, вот, так сказать, работу с этой целью. Практическое занятие такое. А цель, вы говорите, просто помечтать. Какая принципиальная разница в этом? Просто мечтать и ставить цель? Ну да, то есть у нас могут быть мечты, у нас могут быть хотелки. И когда мы мечтаем или что-то вот такое хотим, ну, мы настраиваемся на какое-то событие, которое произойдёт в нашей жизни, или может произойти в нашей жизни, ну, которое произойдёт каким-то чудесным образом. Ну, часто девушки говорят, да, вот я иду, иду, и вдруг, значит, я буду на белом коне, или мне позвонит там лучшая работодатель, скажет, мы сижу на работе, не нравится мне моя работа, и денег мне мало платят, и вдруг мне позвонят и предложат мне работу моей мечты. Игорь Матриенко позвонил, говорит, в фабрике есть место. Да, да, за какую-то удивительную там, ну, тему. Или вдруг кто-то там продаёт квартиру и скажет, вот, знаешь, надо срочно полцены, давай там, ну, и так далее. То есть человек, как правило, ожидает, что он получит что-то, ну, не очень рациональным способом. Такое тоже происходит в жизни. Но если мы вместо того, чтобы ставить цели, вот все уходим в такие мечты, хотелки, ничего не делаем, то вероятно, что что-то в нашей жизни изменится, ну, небольшое. И люди мечтают, мечтают, а потом устают мечтать. И они отказываются от своей мечты, своей цели. И, в общем-то, как-то так живут свою жизнь, ну, я бы сказала, немножечко так по течению плывя, существо и так далее. Поэтому мечта — это хорошо. Мечта указывает направление, в которое мы хотим, чтобы в нашей жизни были изменения. Или в которой в нашей жизни было развитие. А дальше важно мечту перевести в цель. И что для этого важно? Вот. Во-первых, её надо сформулировать. Написать для себя или как лучше сделать? Написать — это вообще прекрасно, потому что всё, что мы делаем, используя разные каналы, ну, в частности, моторику включали, мы визуальный канал включаем, это всё усиливает. Но, в общем, когда мы эту цель либо скажем, либо напишем, мы вообще поймём, о чём мы хотим реально. И были такие замечательные ребята, которые придумали технологию смарт, то есть умную цель. Когда важно, чтобы эта цель была реалистична, чтобы она была актуальна, чтобы она была измерима, чтобы она была в нашей зоне контроля, чтобы она была, в общем, как-то вписана во время. Ну, вот мы только что говорили с вашей коллегой о том, какая у неё цель. И очень важную цель озвучила девушка. Но дальше мы сдаём вопрос, а для чего нужна эта цель? Потому что мы начинаем проверять эту цель на подлинность, на экологичность. Сейчас-то мы какую-то цель сформулировали, потому что мы помним, что мы этого хотели. И сейчас спрашиваем, а для чего? А как она вписана в твою жизнь? То есть, может быть, она промежуточная цель какая-то? Или промежуточная, или, может быть, об этом мечтали наши родители, или мы хотели этого 15 лет назад. Либо это считается круто для какой-то общественности, а тебе это даром не нужно. Либо мы хотим кому-то угодить, например, и эта цель такая, знаете, социально, ну, скажем, принятая, социально желательная, но она совершенно нас не греет. Навязанная чуть-чуть. Навязанная цель может быть. Или, может быть, это цель, которую, ну, вот мы вот сказали, ну, читаешь, ну, как-то вот нет внимания, ну, нет энергии в эту цель и так далее. То есть цель должна быть не только умная. Не только смарт. Не только по смарт. Не только достижимая. Не только в нашей зоне контроля. Очень часто мы ставим цели, которые, ну, тоже не про нас. Ну, например, я хочу, чтобы мои дети были счастливы. Или я хочу, чтобы там мой сын закончился хорошо. Или чтобы там сотрудники выполняли все задачи. Там руководитель ко мне хорошо относился. Или муж приходил каждый день или через день с пускетом цветов. Но это цели, которые не в нашей зоне контроля. Мы не можем на них влиять. То есть цель должна быть наша. Про нас. Про нас. Цель должна быть умная, реалистичная, измеряемая, конкретная, такая понятная. И цель должна быть еще затрагивать наше сердце. Она должна нас здравить. Она должна нас вдохновлять. Мы прямо хотим, чтобы эта цель исполнилась. Как найти в себе эту цель, Яна? А вот это вот очень важная история. То есть мы начинаем спрашивать тебя, а что я хочу? А что я хочу по-настоящему? И ищем, ищем разные, вот какие-то разные идеи появляются в голове. А следующий вопрос. Почему для меня это важно? И мы тоже начинаем тогда, ну, как бы ее выстраивать, конструировать. И третий вопрос. А готов ли я в это вкладываться? Готов ли я эту цену заплатить? Готов ли я в это? Да, готов ли я за это? Ну, скажем, вот платить, понимаете, мне не очень нравится. Потому что когда... Ну, временем, здоровьем, усилиями. Вот да, потому что, ну, платить, это сразу такое ощущение, когда люди говорят, платить, значит, отдать кому-то. Вот, ну, как-то, знаете, подсознание наше не очень любит отдавать. Готов ли я в это вложиться? Готов ли я быть приверженным этому? Готов ли я, ну, под это дело подписаться и делать это? Потому что иногда мы станем в себе цели, но если мы понимаем, что, ну, не хватает у нас под эту цель, например, волевого такого компонента или времени, это становится не цель, а еще одной обязанности. Цели должны нам помогать, чтобы у нас крылья раскрывались, а не быть каким-то пыльным еще очередным мешком там на нашей спине, где мы, который у нас, ну, как-то вот вообще еще хуже, еще дополнительным грузом. И вот если мы отвечаем на эти три вопроса, во-первых, у нас есть формулировка, что я хочу. Это в моей зоне контроля, это реалистично, это важно, это актуально, я под это готов подписаться, мне это нравится, я этому привержен. Вот тогда мы можем считать, что у нас есть цель. Вообще, знаете, люди, у которых есть цель, их всегда видно. А вот смотрите, а бывает так, что человек вроде сформулировал, но вот на этих двух вопросах нет ответа пока. Это как? Ищем дальше. Ищем дальше? Ищем дальше. Вспоминаем о том, о чем мечтал в детстве. Вспоминаем, когда получаешь, от чего есть удовольствие. Вспоминаешь, когда вот по-настоящему идет прилив энергии. Когда не лень что-то делать, не думаешь. Когда вот не опаздываешь. Я сидела, слушала как раз ваши рассуждения про опоздание. То есть когда у тебя твоя цель, ты не опаздываешь, ты ее не откладываешь на потом. Ты ищешь ресурсы, ты об этом говоришь. Видимо, ну как-то эта цель становится твоя. Ты, в общем, загорелся этим. Ну да, вот тут главное, чтобы, знаете, быстренько не перегореть. Ну понятно. Но действительно, эта цель, она дает тебе вдохновение. Тебе приятно об этом думать. Тебе приятно говорить об этом с близкими людьми. Тебе приятно планировать. Ты чувствуешь удовольствие от этого. Вот такие цели человека. Нам нужны. Да, конечно, они помогают нам развивать. С ними интересно. Знаете, люди, у которых есть цель, они начинают вообще как-то, ну более, что ли, управлять, больше управлять своей жизнью. Вселенная помогает. Все помогают, да. Начинают вести, начинают как-то вот человек, такая целеустремленность появляется у человека. Как лазерный луч, то есть не разбаляется, а идёт конкретной цели. Да, 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 мне очень нравится ваша метафора, точно, да. Да, некий такой вектор появляется. Дальше наша задача понять, а как её реализовывать. Да, что делать-то. Что делать, да, потому что мы можем такую цель иметь, но не она только, она нас ведёт за собой, но идём-то мы сами ногами. И вот здесь у нас есть несколько подходов. Такой традиционный подход. Фиксируем так. Да, традиционный подход. Ну, я надеюсь, что вы сформулировали так, как бы это первое появилось, у вас уже формулировка, может быть, наши слушатели и, может быть, наши зрители тоже так для себя бы хотя бы определили сферу, в которой они готовы цели сделать, а может быть, у кого-то уже прям прекрасная формулировка есть. И традиционный подход заключается в том, вот сядь прямо и, знаете, отнесись к этой цели как к проекту. Сделай так называемый свод-анализ. Сильные стороны, слабые стороны, что возможности есть, какие угрозы. И прямо составь такой, знаете, проектному управлению, прямо план по диаграмме Ганта. Когда я делаю, что я делаю, с кем я делаю, как я делаю и так далее. Есть люди, их немного, которые на это способны. Те, которые не знают про диаграмму и про этого человека, который ее придумал. Да, но они, тем не менее, они прямо расписывают и каждый день, они вот понимают, как они продвинули, что они делали. И хватает вот такой, знаете, рациональности, внутренней дисциплины, очень быть привержены уже своему плану. Не мы. И достигать этого. Ну, люди творческие, извините. Да, не такие. Люди, да. Это высокодуховно организованные люди. Интеллектуальные. Да, не будем с вами там противопоставлять, потому что духовность, конечно, такая категория, которая не всегда связана с интеллектом. А в данном случае мы говорим о некоторых особенностях людей. В общем-то, очень много людей, которые не способны к такому традиционному планированию. Да. Они, конечно, имеют свои инструменты, как это делать. Вот мне очень понравилась, например, идея маршала Голтсмана, который говорит о том, задавай себе каждый день пять вопросов, которые связаны с твоей целью. Ну, допустим, если у тебя есть цель, ну, существенно изменить качество своей жизни, например, в области здоровья, и ты понимаешь, что для этого надо, например, там, высыпаться, там, правильно питаться, ну, и так далее, то каждый день задавай себе эти пять вопросов. Что ты сделал поэтому? И фиксируй вот эти ответы, и тогда станет понятно, а ты правда идёшь к своей цели или нет. То есть, ну, есть разные способы, которые помогают нам быть приверженными этой цели. Да, отслеживать. Но если мы как бы по-другому немножко мыслим, если мы более рациональны, более, что ли, может быть, менее дисциплинированы внутри тебя, вот, то здесь на помощь приходит вот так называемое agile планирование. Это такое современное слово, которое пришло к нам изойти. Сфера. Индустрия, да. Да, но сейчас мы понимаем, что оно стало шире. И о чём, ну, agile такое гибкое планирование, когда ты не до конца продумываешь все этапы, что ты делаешь, какое время, какой результат, там, какие кипяи и так далее. А ты начинаешь в этом направлении действовать, очень чётко отслеживая, ну, те сигналы, ту обратную связь, которую ты получаешь. И гибко меняя свои, ну, свои стратегии, свои планы действия. Кастомайзинг такой, да? Да. И включая обязательно других людей. То есть делая группу, знаете, вот нужна команда. Конечно, и внутри нас есть команда. Яна, вы знаете, внутри меня прозвучала команда звукорежиссёра, что сделать небольшую паузу необходимо, после которой мы вернёмся. С удовольствием, давайте передохнём. И даже он, даже пицца в этом часе очень, кстати, дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы смотрим в сияющие глаза Яны Лейкиной, замечательного психолога и нашей гости, которая рассказывает, как же стать человеком с целью, как же достичь этой цели, как быть счастливым. Да, в данном случае больше даже коуч. И мы говорим про технологию достижения целей. У нас уже есть такой список. Мы продолжаем, что нам нужно делать. Мы говорим про планирование. Потому что, конечно, этап постановки цели, не бывает такое, не самое простое. И в переживии мы говорили с вами, что для этого надо специальное время, специальное усилие. Ну, я надеюсь, нам позволит время ещё вернёмся к этой теме. А сейчас мы вот про планирование говорим. Да, мы говорили о том, что бывает более гибкое такое планирование. И вот как раз вот эта вот тема, да, такого гибкого GIA планирования своей цели. Здесь очень интересный момент, потому что это невозможно делать в одиночку. Ого. Да. Но и вообще, когда ты занимаешься таким управлением своей жизнью, ну, важно иметь команду. Должна быть группа поддержки. Это могут быть близкие, это могут быть коллеги, друзья, это могут быть профессиональные люди. Вообще, это профессиональная задача коуча поддерживать человека в достижении цели. Ну, даже внутри себя хорошо найти эту команду. И знаете, вот я, ну, улыбаясь немножко, могу сказать, что у нас таких есть три члена команды, когда мы достигаем цель. Это наши мозги, это наши эмоции, ну, вот такая сердечная сфера, и это наша воля. И вот между ними тоже очень важно установить некую такую договоренность. Что мы понимаем. Играем вместе. Да, играем вместе. Вообще супер такая идея. И какую мы обратную связь даем друг другу внутри. То есть, может, допустим, не знаю, там, допустим, вот уму мы все понимаем, что для достижения этой цели мне надо делать так. Ну, вот... Не лежит душа. Не лежит душа. Ну, вот не хочется. И воля у нас как-то не включается. А иногда можно заставить тебя умом этот волевой вот так вот, знаете... Усилям. Да, волевой ресурс добавить еще. Ну, вот не лежит душа. Будет лебед, щука и рак. Прислушайся. Прислушайся. Поговори. Договорись вот между собой. А может какой-то знак. Может быть, ну, ты не туда идешь. Не к своей цели идешь. То есть, мы всегда корректируем. Чем хороший джайл? Что мы всегда можем свободно корректировать тогда и направление. И для этого вот эта вот команда. Или точно так же вовне. Должна быть команда. Должны быть люди, которые дают обратную связь. Есть ли динамика? Есть ли изменения? Какая скорость? Что ты можешь делать для этого? То есть, это вот такая гибкая вот это вот планирование связано не только с тем, что мы находим разные варианты, ищем какие-то, может быть, даже нестандартные инструменты для достижения цели. Но мы всегда получаем обратную связь. Ну, люди должны быть изнутри. Твоего какого-то круга в том плане, что должны тоже быть с тобой на одной волне, так скажем. И так, и не так. Идеально, конечно, когда есть люди, которые тебя понимают, которые знают. А если у тебя есть свой профессиональный коуч, это вообще, конечно, прекрасная история. Владеешь навыками самокоучинка. Но иногда, если ты открыт, ты получаешь какие-то знаки такие и от окружающего мира. Да, у меня вчера такая ситуация была интересная. Я вот там про одну определенную цель дома, она такая серьезная. И вот сзади меня такая ворчливая бабуля в метро на эскалаторе. Говорит, да держись ты уже. А я стою, там у меня в одной руке один телефон, другой. И я подумала, вот что, о чем она мне говорит? Она явно была не на моей волне. Что я должна учесть? Вот о чем это, держись? Ну и какие-то у меня появились интересные идеи. То есть мы открыты к неким сигналам, которые есть. Конечно, не надо, чтобы доходило до абсурда. Потому что, когда мы что-то доводим до абсурда, это становится уже пародией на обратную связь. Знаете, там, ну хорошо там, не знаю, там черное окошко, вернусь домой, буду лежать на диване и медитировать. Глупости-то не надо делать. Но тем не менее, вот эти знаки от окружающего мира, их важно понимать. И тогда мы можем очень гибко, легко находить, ну знаете, самый легкий путь. Есть такое выражение, знаете, через терни к звездам. Может быть, не надо иногда через терни. А по приятной тропинке пройти. Может быть, надо находить, ну, такие открытые пути, легкие пути. Или есть люди, которые говорят, мне никогда не везет. Я вот должен все в своей жизни тяжелым трудом достигать. Ну, я говорю, а вы иногда, ну вот там за руль-то садитесь в машину или там соглашают, что вас довезли. Нечего и привыкать, говорят люди. Я лучше, значит, там своими ножками дойду. Какое-то родительское программирование, наверное. Да. Ну, если ты хочешь, что тебе везло, ну ты как-то, ну, позволишь, чтобы тебе везли хотя бы как минимум. То есть, мы можем находить вот разные, разные вот эти варианты, более легкие, более сложные достижения цели. Прекрасно. Друзья, у нас сейчас рекламная пауза, вы подумайте пока, определитесь с целями и мыслями, а мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Дамы и господа, сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ эксперт в области управления человеческим капиталом коуч Яна Лейкина. Какая интрига. Мы говорили про технологию достижения цели и говорили о планировании, что оно бывает разным и о том, что нужна поддержка, как внутри себя сделать команду, ума, сердце и воли, а также прекрасно было бы найти и вовне своих людей, которые будут вам помогать. Да, которые поддерживают, давать обратную связь, направлять и так далее. Потому что, конечно, мы же говорим о какой-то серьезной цели, которая требует и перестройки, которая требует дополнительных усилий и, в общем-то, возможно, от чего-то отказаться нужно, когда мы к какой-то другой цели идем важной. Поэтому эта группа поддержки очень хороша. Да. И вот в таком широком смысле слова такой джайл-подход, когда мы ищем гибкие технологии, находим лучшие пути, получаем обратную связь, работаем с командой. Это очень важно. Есть, я бы сказала, знаете, еще один подход при планировании. Ну, вот есть люди, которые обладают такой способностью, вот такого вариативного мышления, сценарный подход. Когда, знаете, как в продажах, например, да, когда люди просчитывают разные сценарии, смотрят, каким образом можно находить это. и у них тоже такой рациональный подход, но всегда есть запасные варианты. Потому что первый традиционный подход, все, вот ты договорился, вот у тебя, допустим, есть цель, ну, не знаю, там сбросить 15 килограмм. Программа выстроена, не шаг назад, все четко, каждую минуту. Что происходит при традиционном подходе? Если, не дай бог, человек отступился, он начинает очень быть собой недовольным. чувство вины у него возникает. Он очень собой недоволен, у него возникает чувство вины, он прямо начинает тебя набить. А кто-то вот сдается, там, раз отступился, два отступился, все, у меня ничего не получилось, отступился. Ну да, ты же не калькулятор, ты не можешь делать программу шаг за шагом. Ну да, конечно, мы более свободно можем себя чувствовать. Вот этапнорное планирование, оно, по-моему, как соединяет, соединяет вот такой рациональный подход и, ну, более, что ли, эмоциональный подход, когда мы видим разные варианты достижения цели. Мы можем обсудить эти варианты достижения цели с экспертами. Мы можем видеть какие-то лучшие практики достижения цели. Вот можно так, можно так, можно так и так далее. Понятно, жизнь нам предложит и несколько, и другие подходы, которые, может быть, мы не рассчитаем, но, тем не менее, какие-то стратегии мы определяем. И мы смотрим, какая стратегия подходит тебе. И уже идет такой более, я бы сказала, такой системно-рациональный подход вот к самому планированию, достижению, но он связан с пониманием своей природы, своей специфики, своей каких-то особенностей. Ну, вот яркий пример тайм-менеджмента. Без тайм-менеджмента очень трудно достигать цели. Но есть так называемый тайм-менеджмент для рационалов, который вот Глеб Архангельский прекрасно описывает, где четкое планирование, где мы должны иметь кучу инструментов для фиксации и так далее. А есть тайм-менеджмент для иррационалов. И там некие инструменты, вот такого, знаете, рационального, четкого планирования не подходят. Там по-другому. Как там? Там с учетом, ну, например, с учетом своего ритма. Например. Ой, стану я в 11, да, например. Если можешь, то да. Но ты договариваешься, но ты все время, ну, понимаешь, что стану я в 11, и что я получу? То есть не в том плане, что вот я просплю, понимаешь, до 11. Я хочу сегодня проснуться чуть позже. Для того-то, для того-то, для того-то. Потому что нам всегда важно быть в контакте с собой. И мы же достигаем цели для себя, а не для кого-то. Если вы становитесь главным препятствием между собой и целью, ну, так знаете, зачем такая цель? Ну, понятно. В общем, здесь нельзя с собой ругаться. Только в контакте с собой. Вот мы говорим про эту внутреннюю команду. Потому что должна быть твоя цель. И все ресурсы важно направить на эту цель. То есть если в первом варианте вот тайм-менеджмент, да, там необходимо быть самому себе начальником, а здесь самому себе другом, наверное, так, партнером. Я бы сказала, наверное, везде важно быть и другом, и партнером. Но, ну, знаете, да, мне нравится вот эта метафора. И, наверное, да, в первом варианте ты больше сам себе начальник. Босс. Босс. Иногда ты находишь себе еще босса снаружи, который помогает тебе, да, помогает тебе, ну, проверять, как ты дисциплинированно выполняешь то, о чем ты говорился. Во втором варианте ты сам себе такой, знаете, ну, продюсер. Ищешь там разные варианты, да. А вот когда такой сценарный подход, ну, по всей видимости, ты сам себе такой, ну, сказал, ну, может быть, даже руководитель. Ну, такой подружески ориентированный, демократичный руководитель, который ищет разные варианты и с собой договаривается. Для достижения результата. А кто чаще всего вот занимается вы как коуч? Скажите, кто с этими вопросами приходит, кто ищет что-то в себе, пытается себя менять? Конечно, такие профессии. Да, и внутри себя вы говорите про изменения, и, ну, и внешние изменения. Ну, конечно, да. Ну, я бы сказала, люди, которые вообще склонны к развитию. Это люди амбициозные, это люди успешные, это люди, которые хотят, ну, чувствовать, что они проживают свою жизнь, что они проживают ее сейчас. Это люди с таким развитым чувством я. Мы не говорим с вами про эгоизм, потому что, знаете, так сейчас, не дай бог, скажут так сразу какие-то эгоисты, потому что эгоизм это такая естественная тоже характеристика человека, если она не становится... Ну, личности, скажем так, уже при этом. Да, становится не про нарциссов, мы говорим, да. Это тоже очень важная история. Но вот это вот развитое чувство я, которое сформировалось у людей, ну, я бы сказала бы, в основном у с этого поколения. То есть люди, которые не выживают, у них уже... Другие потребности. ...отвыживали их, там, родители, их, там, бабушки, дедушки, отвоевали, отвыживали. И у них базовые потребности удовлетворены, у них появляется вот это развитое чувство я, когда им хочется созидать, когда им хочется работать в соответствии со своим предназначением, когда им хочется творить, когда им хочется качественную жизнь, получать эмоции, получать удовольствие. То есть это люди, я бы сказала, физиологически сытые, но у которых душа и интеллект требуют правильной пищи. Хорошо. Давайте поговорим тогда о препятствиях, которые могут возникать на пути человека, когда они достигают целей. Вот недаром же говорят, надо и окружение менять. Ну, бывает, да. Бывают разные какие-то случаи. Вот что вы можете нам порекомендовать, посоветовать? Ну, что вообще может сбить, как говорится, с пути? Да. Это такая подверженность влиянию. Когда человек такой внешний локус контроля, он начинает рассказывать про свою цель. Допустим, иногда, знаете, так люди прям открыто делятся, а окружающие будут оценивать. Да ты что? Тебе вообще не это надо. Да ты вообще зачем? Да разве ты можешь? Да вообще уже поздно. Что за бред? Ну, и так далее. Да. Или, например, давай-давай, у тебя получится. На следующий день встретят, ну ты что, уже что-то сделал для этого? Ну, и так далее. То есть когда внимание и давление окружающих становится, ну, таким чрезмерным. И у человека хочется, готов уже от цели отказаться. Лишь бы где-то угодить, чтобы отстали по-разному. Ты думаешь, зачем я сказал? Тогда бывает. Иногда вообще вот тоже очень важно понимать, кому, с кем ты делишься этой целью. То есть должны быть люди, которые точно на твоей стороне, которые, ну, будут с уважением тебя в этом поддерживать. Потому что цели могут быть разные, самые амбициозные цели. Вообще я верю, когда человек привержен своей цели, у него это получается. Вот я, ну, просто вот я сама в это убеждена, вот, 200%. Вот. Это вот как бы первое, такое влияние окружающих. Второе, ну, так замечательная наша привычка, ну, так называемая прокрастинация, откладывание потом. Потому что, когда мы начинаем ставить такие амбициозные, серьезные цели, они требуют смены приоритетов, они смены привычек и так далее. И бывает, что как-то думаешь, ну, ладно, ладно, вот сейчас вот я вот с рутиной разгребусь, как-то секундочку разгребусь, а вот там с понедельника или у меня будет отпуск, и вот тогда-то я начну. Потому что это же, знаете, это же надо, ну, правда, какие-то серьезные перемены внести в свою жизнь. А это правда откладывание, либо, может быть, цель не твоя? Вот вы же говорите, человек загорается, когда... Загорается, но надо же делать регулярно, систематично. У нас же время, режим дня уже по другую цель или под отсутствие цели был запланирован. То есть нужна какая-то пауза, нужно какое-то переформатирование своего там режима дня, ну и так далее. И вот здесь что важно? Здесь очень важно понимать, что ты не можешь мгновенно все изменить в своей жизни. Правило маленьких шагов. То есть делай что-то, что уже реалистично, что уже поместится, что уже ты сможешь себе позволить. Потому что когда мы, ну, вот сразу хотим все и сразу поменять, ну, как правило, это все и сразу мы точно, либо мы, ну, знаете, как ментальное решение может быть принято, и вообще жизнь человека изменится радикально, а он не готов к этим изменениям. Либо он откладывает вот эти серьезные перемены. Поэтому вот это правило маленьких шагов. Делай что-то каждый день для своей цели. Ну, не обязательно это должны быть, знаете, прям какие-то гигантские изменения. Вот такая последовательность и реалистичность в изменениях. Что может еще повлиять? Разные наши привычки. Вот самые разные наши привычки. Ну, например, у кого-то выученная беспомощность, у кого-то страх мечтать. Выученная беспомощность? Выученная беспомощность. Когда мы, ну, понимаем, что, конечно, я бы хочу. Но это нереально. Ну, нереалистично, вряд ли у меня получится. И вообще, вот я сейчас там, ну, как я могу быть руководителем на высокого уровня. Что такого человеку посоветовать, Ян? Ну, я бы сказала так. Сначала надо в целом, наверное, себя укрепить. Любыми способами. Ну, как психологи говорят, поднять уровень энергии. Как же это делать? Любыми способами. Здесь очень хорошо помогает физическая активность. То есть сделать что-то, что вот реалистично. Начни с зарядки. Начни с прогулок. Начни с того, чтобы обедать. Может быть, какие-то витаминчики петь. Ну, вот в целом. Подумай, когда в следующий раз будешь планировать. Где-то сказать нет, когда тебя просят делать то, чего ты не хочешь. Где-то чуть раньше уйти с работы. Где-то... Пожить для себя. Ну, пожить так, чтобы почувствовать, что ты уделяешь себе время, внимание, потому что, когда мы начинаем заниматься собой, у нас вообще общая ресурсность возрастает. Потому что для серьезных целей нужны ресурсы. Накачать энергию в себя. Да, накачать энергию, накачать ресурсы, почувствовать, что ты как-то в большем контакте, с своим телом. Где-то чуть-чуть изменить свое общение, чтобы тебя... Послушать музыку, потанцевать. Вот сейчас у нас как раз будет возможность. Давайте мы это сделаем, друзья. Нарастить ресурсность. Нам надо нарастить ресурсность. Очень скоро вернемся. Сейчас будем наращивать и оставайтесь в компании «Страна ФМ». У нас в гостях профессиональный психолог, коуч, сертифицированный, кандидат философских наук Яна Лейкина. Мы продолжаем общаться. Технология достижения целей – наша тема. Итак, мы столкнулись с препятствиями в нашем разговоре, в том плане, что делать, если что-то мешает. Поговорили про общий ресурс, поговорили про приверженность цели, поговорили про команду, которая нас в этом будет поддерживать, потому что гремлинов у нас, понятно, у каждого таких, ну так-то, тараканов, да, полно у нас, и все мы живые люди, и мы идем вперед. И важно еще сказать, что цели могут быть разными, правильно же? Да. Только хочу машину и квартиру, например. Да. Даже вот, ну вот, есть даже такое понимание, что вот есть цели на уровне «хочу», ну, «хочу машину», «хочу квартиру». Да. Есть цели на уровне «умею», «умею водить машину», например, там, «умею вести передачу» прекрасно, да. Есть цели на уровне «быть», а каким я становлюсь? Стать счастливым. Только нам очень важно понимать, а что такое счастье? Потому что вот такие цели, которые потом не оцифрованы, или которые потом не переведены в реальные вещи, они, ну, как слог, как такие лозунги звучат. И вот, конечно, самые такие продвигающие это цели на уровне быть, когда мы понимаем, ну, как вообще мы хотим измениться, как мы раскрываем свой потенциал, к чему мы стремимся, как мы наполняем нашу жизнь счастьем, удовольствием, успехом, качеством, смысл, да. Конечно, когда мы хотим жить, вот что такое интересная, важная цель? Это цель, которая делает тебя человеком, любящим жизнь, хотящим жить. Яна, как вот оказаться и где оказаться в таких условиях, чтобы можно было сформулировать для себя эту цель? На Райский остров. Уехать на горе посидеть неделю куда-нибудь, взять отпуск или... Все возможно, но поскольку, ну, с моей точки зрения, я вот занимаюсь коучингом, я пришла, в общем-то, в коучинг для этого, потому что я тоже искала, каким образом мне вообще понять направленность в моей жизни. Как вы нашли, вот где была эта медитативная территория? Думала, и пошла учиться, я вот уже больше 10 лет я учусь коучингу, занимаюсь коучингом, преподаю коучинг. И это как раз технология, которая, она пришла из спорта, и она появилась для того, что помогает людям достигать их цели. Сначала в бизнесе, потом уже коучинг перенесли в другие сферы жизни. И коучинг для этого придуман, чтобы помочь человеку раскрыть его потенциал для достижения его цели и получения результата. Тут вот Рома говорит больше о том, с чего начать. То есть надо ли создать себе такие приятные условия, чтобы сидеть с блокнотиком и записывать? Вот это важно? Для кого-то да. Создать себе атмосферу. Для кого-то да. Для кого-то иногда, знаете, по принципу, ёж птица гордая, пока не по нему же не полетит. Иногда бывает, что человек попадает в ситуацию, когда вот он, ну вот, всё вот не соответствует ему. На дне. И вот именно в этот момент у него может появиться желание. Я хочу по-другому. Ну, конечно, когда-то на дне трудно самому. Ну, нужен специалист, нужен коуч, нужен человек такой помогающий, развивающий профессии, который задаст вопрос, что ты хочешь, почему для тебя это важно, как тебя это будет драйвить, во что ты готов вложиться, как ты видишь свою жизнь, когда ты формулируешь свои цели и идёшь к ним. И, безусловно, идёт речь, ну, не только о целях вот таких, знаете, прагматически-материалистически, хотя и такие цели важно ставить и достигать. В жизни нет ничего плохого или хорошего. Главное, чтобы было ощущение, что ты проживаешь свою жизнь и делаешь это счастливо. Но, с другой стороны, можно найти какую-то возвышенную цель, смысл своей жизни, а смысл уже и деньги притянет. Это так. Но я, вы знаете, я, поскольку реалист, я считаю, что когда вот мы начинаем эту цель, ну, так называемо, оцифровывать и понимать, какие будут результаты этой цели, важно, чтобы эти были результаты и на уровне кто, как я буду себя ощущать, как я буду вообще, ну, вот, собой, что станет со мной внутри, какие у меня появятся ценности. И на уровне что, а как это будет проявляться в моем поведении, в моем материальном обеспечении, например. То есть вот это соединение кто и что, очень важно. Вот тогда цели становятся и не мечтами, и не каким-то, знаете, планом там финансового захвата, например, мира. В общем, надо идти к коучу. Я буду очень рада вас видеть. Это, мне кажется, важная история. Есть минутка? Хочу очень сказать. Да, мы можем пригласить еще людей, можем посоветовать что-то. Большим удовольствием, когда мы достигаем цели, самое главное не обесценить тебя. Не сказать, а ладно, а случайно, а не получилось. Сказать спасибо. Я молодец. Отпраздновать. Я молодец. У меня получилось. Спасибо моей команде. Спасибо всем, кто мне помогал. Мне это важно и интересно. А потом не почивать на целях, а искать новые цели, потому что жизнь — это всегда развитие. То есть когда что-то получилось, надо обязательно отметить. Обязательно. Обязательно. Не махнуть рукой и сказать, а, ерунда. Это не я, это случайно. Да ладно, на самом деле, я хотела не так, и вообще как-то и так далее. Потому что когда мы празднуем успех, тогда мы нашу ресурсность как наращиваем, что ли. И вот это вот, знаете, мы должны быть довольны тем, что мы имеем сейчас, понимать, куда мы стремимся, делать это с удовольствием, праздновать то, что мы имеем, опять быть довольным тем, что есть, и опять видеть вектор развития. Потому что когда мы всё время обесцениваем и недовольны тем, что имеем, нам не хватает ресурсности и командности для того, чтобы двигаться дальше. Вот с моей точки зрения, развитие очень важно, чтобы оно было эволюционным. Вот говори всегда всему, ну да, в широком смысле этого слова. И тому, что есть, и тому, что хочешь. Я люблю, когда цели, ну с позитивной такой, знаете, коннотацией. Хотя на свободу тоже бывает. На свободу тоже работает. Надо искать своё. Друзья, ищите своё. Яна Лейкина вам может помочь, а прежде всего вам поможет, конечно, зарядка по утрам. Минимально, хотя бы, первые шаги. Ну а с чего-то надо начинать. С чего-то же надо начинать. Конечно, и с умением сказать, что то, что у меня уже хорошо, и чего я хочу в своей жизни сделать лучше. Друзья, хочу напомнить, у нас в гостях сегодня была эксперт в области управления человеческим капиталом, руководитель программы коучинг для бизнеса и жизни Института практической психологии Высшей школы экономики, профессиональный психолог, сертифицированный коуч. Ой, Яна Лейкина, сколько у вас достижений. Спасибо, Магомна. Удачи, приходите, будем рады вас видеть на наших программах. То есть можно прийти поучиться? Конечно, у нас не открытых дверей, у нас сейчас много мастер-классов будет, поэтому, пожалуйста, практическая психология Высшей школы экономики ждёт вам, будем рады, максимально быть для вас открытыми, полезными. Так что узнавайте и читайте. Напишите для себя цели, приходите их реализовывать. Яна поможет. Да, это точно. Спасибо. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо. Спасибо.